Мсье Сарафанов, докладываю, жизнь бьет ключом. Заметил. А что ты затасковал? В чем дело? Сын-то или бедный родственник? Жду тебя. Ну? Слушай, тебе не кажется, что мы здесь загостились? Да нет, все нормально. Мне здесь уже нравится. Тебе здесь неплохо. Дела идут? Какие дела? Я имею в виду сердечные. Ничего такого нет. Да ладно, рассказывай, будто я не вижу. У вас бешеный интерес, причем взаимный. На вас нельзя смотреть, просто плакать хочется. Брось, она выходит замуж. Слыхал. Ну и что? Ну и что? И через несколько дней уезжает. Вот и весь интерес. Собирайся. Куда? Домой. Погоди, у меня же в десять свиданий. Оно не состоится. Какого черта ты-то суешься, куда тебе не следует? Ты что, не видишь, что с пацаном делается из-за этой девицы? А я-то тут при чем? Не валяй дурака. И никаких свиданий, все. Мы едем. Ни за что. Не могу же я обманывать женщину. Можешь. Зайдешь попрощаться. Скажешь, что когда солнце позолотит верхушки деревьев, ты уже будешь далеко. Слушай, что ты опять придумал? Мы придем сюда ночью, да? Зачем? Значит, не придем? Тогда ты поезжай, а я... Мы поедем вместе. Почему? Слушай, у тебя какие-то планы, я понимаю, но я-то ничего не знаю. За что я должен страдать? Объясни. Тогда другое дело. Ты меня держишь в полной темноте. Это некрасиво. Так друзья не поступают. Хорошо. Раз мы друзья, я прошу тебя как друга. Едем, а? Ну, ты же сам сказал, что ты мне друг. Ну, правильно, друг. Но нельзя же сено на мне возить. С сестрой мне нельзя. С другой мне тоже нельзя. Как же жить дальше? Короче, вот. Если ты когда-нибудь постучишься в дверь этой девицы, это для тебя плохо кончится. Ладно. Ты что, стоишь? Ладно. Ладно.